SCP-178 Описание SCP-178 это пара белых стереоскопических 3D очков с белой прямоугольной оправой и прозрачными линзами синего и красного цвета, соответственно левая и правая сторона из пластика. Физический объект не обладает какими-либо необычными свойствами, за исключением небольшого обесцвечивания картона, что соответствует возрасту. Человек, надевший SCP-178, помимо обычного окружения, начинает видеть больших двуногих существ. По сообщениям испытуемых эти существа ведут себя смирно, иногда выказывают любопытство. Испытуемые описывали, как данные существа стояли за плечами работающих людей и с интересом наблюдали за тем, что они делают. Однако любая попытка надевшего SCP-178 или любых других лиц, смотрите отчет об инциденте 178-14-альфа, напрямую взаимодействовать с существами приводит к возникновению рваных ран на всех вовлеченных людях. Раны возникают быстро и продолжают появляться, пока носитель объекта не погибнет. Внешне все раны одинаковы, выглядят они, будто нанесены тремя параллельными заостренными предметами, длина которых колеблется от 14.2 до 27.4 см, а толщина от 20.9 до 8.1 см. Измерительные и записывающие устройства, используемые во время испытаний, не смогли засечь каких-либо аномалий, даже во время появления ран на испытуемом-испытуемых. От существ, наблюдаемых с помощью объекта, не слышно каких-либо звуков. Длительное наблюдение за ними не вызывает каких-либо эффектов. Если смотреть через SCP-178 на стереоскопическое изображение, оно кажется трехмерным. Приложение номер один. Объект был изъят. 1900. В Теннесси агентом удалено, который работал под прикрытием в службе рыбных ресурсов и дикой природы США, и прибыл в город после сообщения о том, что ребенок лет был найден мертвым в своей спальне на втором этаже, причем девочку как будто странным образом растерзали. Агент удалено. Заметил возле местонахождения ребенка запачканное кровью и стереоскопическое изображение колеса обозрения, и после недолгого поиска нашел SCP-178 под кроватью. Очевидно, ребенок забросил очки туда во время предсмертных судорог. Агент удалено. Вызвал на место происшествия команду по изъятию объектов. После ее прибытия агент надел объект и посмотрел на стереоскопическое изображение, однако не заметил ничего необычного, пока не повернул голову налево и не обнаружил неизвестное существо, которое заглядывало за плечо агента буквально в паре сантиметров от его лица, и также смотрело на изображение колеса обозрения. Позже агент сообщил о других подобных существах, наблюдавших за ним и членами его команды по изъятию. Он воздержался от попытки взаимодействия с ними, и объект был изъят без происшествий. Приложение номер два. Все эксперименты должны заноситься в файл 178Е. Приложение номер три. Сотрудникам с четвертым уровнем допуска рекомендуется ознакомиться с отчетом об инциденте 17814А. Чтение данного отчета обязательным для сотрудников, наблюдающих или дающих разрешение на проведение экспериментов с объектом. Внимание! Нарушение данного предписания может привести к дисциплинарным наказаниям. Файл 178Е. Все испытания с SCP-178 должны заноситься в этот документ. Доктор. Эксперимент Е1. Проводит доктор. Доктора. И. Ассистирует. Дата. 1900. Процедура. Сотрудника D-класса поместят в укрепленную камеру с SCP-178 для проведения испытания. За происходящим внутри будет вестись наблюдение через поленепробиваемое стекло, смежное с комнатой управления, а также с помощью аудио и видеозаписывающих устройств. Сотрудник D-класса проинструктирован надеть SCP-178 и сообщать о том, что он видит, пока ему не прикажут иное. Результаты. D-1783-1. Мужчину 41 год, заметных умственных отклонений нет. Был помещен в камеру. Ему приказали надеть SCP-178. О свойствах объекта испытуемый проинформирован не был. D-1783-1 подчинился, однако сразу же отбросил SCP-178 и закрыл глаза, выказывая страх. Исследовательский персонал приказал испытуемому рассказать о причине подобного поведения. D не ответил. Исследователи попытались успокоить испытуемого. Тот открыл глаза и огляделся, все еще находясь в тревожном состоянии. Исследователи снова приказали ему рассказать о причине страха. D ответил, что увидел неизвестное существо возле своего лица, как только он надел SCP-178. Испытуемого попросили подробно описать это существо. Тот ответил, что оно было отвратительно и имело слишком много глаз. D попросили описать существо более подробно. Он сказал, что не запомнил деталей. Исследовательский персонал приказал ему снова надеть очки. Испытуемый отказался. Приказ был повторен. Испытуемый снова отказался. Испытуемому напомнили об уничтожении в случае отказа сотрудничать. D все равно не стал надевать SCP-178. Испытание закончили. Испытуемого поместили под наблюдение, чтобы проверить длительность эффектов воздействия. В течение двух дней D выказывал признаки умеренной паранойи, после чего его поведение нормализовалось. Наблюдение было закончено через 30 дней. Испытуемого уничтожили. Примечание. Да, это было не очень информативно, но по крайней мере мы убедились, что действительно имеем дело с аномальным объектом. Эксперимент Е2. Процедура. Сотрудника класса D поместят в укрепленную камеру SCP-178 для проведения испытания. За происходящим внутри будет вестись наблюдение через пуленепробиваемое стекло, смежное с комнатой управления. А также с помощью аудио- и видеозаписывающих устройств. Сотрудник класса D будет проинструктирован надеть SCP-178 и сообщать о том, что он видит, пока ему не прикажут иное. Результаты. Д-63-16-4. Женщина 31 год. Заметных умственных отклонений нет. Была помещена в камеру. Ей приказали надеть SCP-178. О свойствах объекта испытуемая проинформирована не была. Д-63-16-4 подчинилась. Сразу же выругалась. И начала пятиться к стене камеры, пристально смотря в точку немного правее нее. Исследователи спросили, что она видит. Испытуемая прижалась спиной к стене камеры и сказала, что видит существо, стоящее посреди камеры и смотрящее на стену. Исследовательский персонал приказал подробно описать существо. Д-сказала, что существо двунога, обладает двумя дополнительными верхними придатками, заканчивающимися большими коническими выступами и гладкой головой. Испытуемые попросили описать существо более подробно. Та начала это делать, однако внезапно прервалась, сказав, боже, она смотрит прямо на меня. Д-свалилась возле стены, при этом все еще смотря в одном направлении. Исследовательский персонал спросил, проявляет ли существо враждебность или нет. Испытуемая ответила, что существо не двигается, а просто смотрит на нее. Ей приказали снять SCP-178. Сначала она отказалась, заявив, что не доверяет существу. Однако после того, как ей напомнили про уничтожение в случае отказа от сотрудничества, Испытуемая подчинилась и начала с тревогой осматривать камеру. После осмотра Д-сказала, что больше не видит существо. Ей приказали снова надеть объект. Испытуемая подчинилась и снова увидела существо, которое все еще смотрел на нее. Д-приказали сообщать обо всех изменениях в поведении существа. Через 2 минуты 37 секунд Испытуемая сообщила, что существо снова начало смотреть на стену. На протяжении 17 минут 55 секунд поведение существа не изменилось. Испытание было завершено. Примечание. Странно, что существо не выказало никакого интереса, Особенно учитывая, как объект попал во внимание фонда. Кроме того, записывающее оборудование ничего не засекло. Интересно, существо реально или же это просто иллюзия, создаваемая объектом? Эксперимент Е3. Процедура. Сотрудника класса D поместят в укрепленную камеру со SCP-178 для проведения испытания. За происходящим внутри будет вестись наблюдение через пуленепробиваемое окно, смежное с комнатой управления, А также с помощью аудио- и видеозаписывающих устройств. На одной стене будет размещено сине-красное фрактальное изображение. Возле другой будет поставлена пластиковая корзина с десятком теннисных мячей. Сотруднику класса D скажут, что SCP-178 – это прототип нового поколения 3D-очков, и что если посмотреть на фрактальное изображение в этих случаях, то можно будет увидеть анимированные трёхмерные изображения. Сотрудник класса D будет проинструктирован надеть SCP-178 и сообщать о том, что он видит. В случае, если он увидит каких-либо существ, он должен будет бросать в них теннисный мяч. Результаты. D-5144-1. Мужчина 27 лет. Осуждён за поджог и убийство. Заметных умственных отклонений нет. Был проинструктирован встать возле стены напротив фрактального изображения и надеть SCP-178. Испытуемый подчинился и выразил чувство удивления и тревоги. D приказали описать, что он видит. Испытуемый сказал, что видит двух существ, стоящих в камере. Одно, здесь удаляю существо один. Возле фрактального изображения спиной к испытуемому. Другое, здесь удаляю существо два, пересекает комнату слева направо. D заявил, что человек, проектировавший анимацию сумасшедшей. Ему приказали описать походку существа два. Испытуемый ответил, что оно передвигается, используя и ноги, и верхние придатки. И сравнил существо с гориллой. Скелет, который неправильно собрали. Исследовательский персонал спросил, различаются ли существа или нет. D-5144-1 сказал, что помимо размера, оба создания абсолютно одинаковы. Испытуемый продолжил описывать существ. Получившееся описание совпало с полученным во время эксперимента Е2. D приказали поднять один из теннисных мечей и бросить его в существо два. Испытуемый подчинился. И исследовательский персонал и записывающие оборудование наблюдали, как шар беспрепятственно пролетел и ударился о пол в противоположном конце камеры. D удивился и встревожился, пытаясь отойти назад. Через 0,7 секунды на его теле начали появляться рваные раны. Это длилось 4,7 секунды, после чего испытуемый скончался от травм и сильного кровотечения. Вскрытие показало, что раны были нанесены тремя острыми, сужающимися на конце предметами, длиной около 17 сантиметров и максимальной шириной 4 сантиметра. Анализ меча, брошенного испытуемым, обнаружил только следы человеческого пота, принадлежавшего D. Примечание. Йооо, ругательство удалено. Похоже, эти ребята не любят, когда их тревожит. С другой стороны, мяч прошел сквозь воздух, будто там ничего не было. А поскольку испытуемый погиб, мы не можем быть уверены, действительно ли мяч прошел сквозь существо. Результаты еще не окончательны, но тип ран совпадает с обнаруженными на месте изъятия объекта. Так что мы по меньшей мере убедились, что объект опасен. Довольно интересно, чтобы испытуемых одинаково описали внешность этих существ. Также меня интересует, возможно ли ненасильственные взаимодействия с этими созданиями. Эксперимент Е4. Сотрудник класса D будет проинструктирован надеть SCP-178 и сообщать о том, что он видит. В случае, если он увидит каких-либо существ, он должен попытаться поговорить с ними. Результаты. D-84-29-1. Женщина, 19 лет, заметных умственных отклонений нет. Была проинструктирована встать возле стены напротив фрактального изображения и надеть SCP-178. Испытуемая подчинилась и сразу же выразила чувство отвращения. Ей приказали описать, что она видит. D сказала, что видит одно существо, схожее с наблюдаемым ранее, которое стоит в двух метрах и смотрит на нее. Испытуемая приказали попытаться поговорить с существом. D смутилась, поскольку довольно странно разговаривать с анимированными изображениями. Команду повторили. Испытуемая с раздражением произнесла. Привет, страшилка, как жизнь? Через 0,2 секунды после того, как она закончила говорить, на ее теле начали появляться ранения. Через 2,4 секунды рука D была оторвана выше локтя. Через 8,4 секунды, когда, по-видимому, испытуемая скончалась, появление ран прекратилось. Скрытие показало, что раны аналогично предыдущим, только в этот раз предметы были около 21 см в длину и 5 см в ширину. Примечание. Похоже, это значит, что любая попытка взаимодействия с существами заканчивается проявлением враждебности. И снова датчики ничего не засекли. Все уже проясняется. Но главный вопрос, является ли причиной смерти испытуемых объект или существа до сих пор открыт. Интересно, могут ли люди, не надевшие SCP-178, подвергнуться подобному эффекту? Эксперимент Е5. Процедура. Двух сотрудников класса D поместят в... Оба испытуемых будут проинформированы об основных свойствах SCP-178. Один испытуемый, обозначен как испытуемый 1, будет проинструктирован надеть объект и описать другому испытуемому, обозначен как испытуемый 2, местоположение и внешность любого увиденного в камере существа. Испытуемый 2 попытается взаимодействовать с существом. Результаты. Испытуемый 1, D6195-5. Женщина 35 лет, осуждена за 3 убийства и нанесение тяжких телесных повреждений. Заметных умственных отклонений нет. Испытуемый 2, D5732-1. Женщина 27 лет, заметных умственных отклонений нет. Были помещены в камеру для испытания. Испытуемый 1 приказали надеть SCP-178. Испытуемый 1 нелицеприятно отозвалась об исследовательском персонале. Испытуемый 2 ее поддержала. Обеим напомнили, что нежелание сотрудничать карается уничтожением. Испытуемая 1 надела SCP-178 и сразу же выругалась. Испытуемая 2 встревожилась и спросила у нее о причинах такого поведения. D ответила, что он прямо за тобой. Испытуемая 2 обернулась, но не увидела ничего необычного. Исследователи успокоили обеих испытуемых, уверив их в том, что существа безопасны. И приказали Испытуемой 1 помочь Испытуемой 2 установить контакт с этими созданиями. D сказала, что существо примерно в 30 сантиметрах от нее, а его голова находится на полметра выше ее собственной. Испытуемая 2 поинтересовалась, смотрит ли существо на нее. D подтвердила это. D попыталась успокоиться, перевела взгляд в то место, где располагалась голова существа и произнесла. M привет. На теле Испытуемой сразу же начали появляться раны. Через 0.9 секунд ее голова была отделена от туловища. Испытуемая 1 закричала, подбежала к двери камеры и попыталась ее выбить. Через 5 секунд она развернулась и сказала, по-видимому, существу нет, прочь. На животе и туловище D начали появляться рваные раны. Через 17.3 секунды все прекратилось. Вскрытие Испытуемых показало, что раны отличались. На Испытуемой 2 было сравнительно мало ранений, которые были нанесены тремя острыми объектами. Около 27 сантиметров в длину и максимум 8 сантиметров в ширину. В то время как на Испытуемой 1 было большое количество ран, нанесенных тремя острыми объектами. 14 сантиметров в длину и 3 сантиметра в ширину. Примечание. Мы по-прежнему не знаем, действительно ли данные создания существуют, или же это просто иллюзия. Создаваемые SCP-178. Но теперь известно, что они могут воздействовать не только на носящего объекта. Это значит, что объект потенциально намного более опасен, чем предполагалось. Довольно интересно, что Испытуемым были нанесены разные раны, как будто это были разные существа. Плохо, что мы не спросили у Испытуемой 1 о количестве существ в камере. В следующий раз подобного не повторится. Также существует вероятность, что Испытуемый 1 не причинили бы вреда, если бы она не обратилась к существам напрямую. Это также стоит проверить. Испытуемый 1 будет проинструктирован ни при каких условиях не говорить и не взаимодействовать с существами. Чтобы данный приказ был точно исполнен, Испытуемому 1 будет сказано, что любая попытка контакта приведет к его уничтожению. Результаты. Испытуемый 1 повернулся к пуленепробиваемому окну, отделяющему камеру для испытаний от контрольной комнаты и произнес. О, а у вас трое. Посмотрите, один наклонился прямо за ваше. Данные удалены. Смотрите отчет об инциденте 1884-α для подробностей. Примечание. После потери всего исследовательского персонала в инциденте 1884-α, условия содержания объекта были пересмотрены. О5-07. Эксперимент Е7. Процедура. Сотрудника класса D поместят в укрепленную камеру с SCP-178. Для проведения испытания. Камера будет разделена на две части в соотношении 5 к 1. В меньшей части будет располагаться вход в камеру. Она будет отделена от большей части пуленепробиваемым стеклом, с маленьким отверстием посередине, закрытым стальной сеткой, что позволит звуку проходить из одной части в другую. За происходящим внутри будет вестись удаленное наблюдение с помощью аудио- и видеозаписывающих устройств, инфракрасных камер, датчиков электромагнитного излучения и датчиков движения. Испытуемому расскажут о свойствах SCP-178 и проинструктируют надеть объект и попытаться связаться с существами в другой части комнаты. Результаты. D13-62-7. Мужчина 52 года, осужден за изнасилование и двойное убийство, заметных умственных отклонений нет. Был помещен в камеру для испытаний и проинструктирован надеть SCP-178. Испытуемый неохотно подчинился и описал трех существ, находящихся в другой части камеры. D отметил, что существа выглядят мирно. Двое из них толкаются в стены, двое других смотрят на него через стекло. Исследовательский персонал спросил, имеются ли существа в той части камеры, где находится испытуемый. D огляделся и ответил отрицательно. Исследователи приказали испытуемому попытаться поговорить с существами. D со словами «Когда же это кончится?» приблизился к стеклу и сказал «Привет, ты меня слышишь?» После чего сразу же отпрыгнул от стекла. Исследовательский персонал спросил о причине этого действия. D ответил, что существа начали бить по стеклу верхними придатками. Исследователи спросили, удалось ли им нанести какой-либо видимый ущерб. Испытуемый ответил отрицательно. Аудиозапись не засекла каких-либо звуков, за исключением издаваемых D. Исследовательский персонал спросил у испытуемого, слышит ли он звуки ударов по перегородке. D озадаченно ответил, что не слышит. На протяжении 10 минут, 14 секунд ничего не происходило. Исследователи объявили, что эксперимент завершен. Испытуемый выразил облегчение и снял SCP-178, положив объект на пол. Дверь в камеру открыли. Вошли два сотрудника службы безопасности. Агенты «Данные удалены!» И сказали испытуемому, чтобы он пошел за ними, камерам сотрудников класса D. D повернулся к двери и начал движение. Но внезапно на его лице, туловище и руках начали появляться рваные раны. Испытуемый закричал оба сотрудника службы безопасности. Выругавшись, отскочили от него. Агент «Удалено!» отправил сообщение о нарушении условий содержания. Агент «Удалено!» открыл огонь, задев и убив испытуемого через 2,1 секунды после появления ран. Прибыла команда по восстановлению условий содержания. Весь сектор был изолирован. Поиски велись в течение часа. Ничего обнаружено не было. Других происшествий не произошло. Поэтому изоляция была снята. SCP-178 был найден на том месте, где Добросил его. Примечание. Ругательство «Удалено!» Все едва не обернулось катастрофой. Впервые во время проведения испытания с SCP-178 пришлось изолировать целый сектор. Руководство этому не обрадуется. Думаю, в будущем нужно проводить менее рискованные эксперименты. Похоже, любой надевший SCP-178 и попытавшийся вступить в контакт с этим существом погибнет, даже если снимет объект. Интересно, что агент «Удалено!» никак не пострадал, несмотря на то, что стрелял в существо. Предполагается, что причиной этого является то, что он очень мало знал о существах, которых видел надевший объект. Эксперимент Е8. Процедура. Сотрудника класса D поместят в укрепленную камеру с SCP-178. С видеокамеры, связанной с монитором. Для проведения испытания. За происходящим внутри будет вестись удаленное наблюдение с помощью аудио- и видеозаписывающих устройств. Инфракрасных камер, датчиков электромагнитного излучения и датчиков движения. Испытуемый будет проинструктирован удерживать SCP-178 возле камеры и сообщать обо всем, что видит на мониторе. Помимо монитора, видеокамера будет соединена с внешним записывающим устройством. В зависимости от исхода эксперимента, исследовательский персонал сделает запрос на просмотр видеозаписи. Результаты. D61286. Женщина 28 лет. Осуждена за 2 убийства и 15 случаев нанесения тяжких телесных повреждений. Заметных умственных отклонений нет. Была помещена в камеру для испытаний и проинструктирована взять SCP-178 и удерживать его возле видеокамеры. Испытуемая подчинилась и начала удерживать объект примерно в 20 сантиметрах от видеокамеры. Исследователи приказали, чтобы она держала объект так, чтобы видеокамера могла смотреть сквозь него. D спросила, какой линзой прижимать объект к камере. Была выбрана красная линза. Испытуемая подчинилась. Исследовательский персонал поинтересовался. Видит ли она что-нибудь на мониторе? Ответ был отрицательный. Испытуемая приказали сменить линзу. Та подчинилась. Но на мониторе снова не появилось ничего необычного. D сказали выключить видеокамеру и надеть SCP-178. Испытуемая подчинилась и начала в испуге отходить от монитора. При этом не отрывая от него взгляд. Исследователи спросили о причинах такого поведения. D ответила, что видит трех существ, склонившихся перед монитором и смотрящих в него. Испытуемой приказали снять SCP-178. Испытание было завершено. Примечание. Или объект работает как обычные стереоскопические очки и нужно смотреть двумя глазами. Или его эффект не просто оптический. Есть способ проверить это. Эксперимент Е9. Процедура. Сотрудника класса D поместят в укрепленную камеру для проведения испытания SCP-178 со специальным держателем с двумя маленькими видеокамерами, моделирующими глаза человека и связанными с монитором, который в режиме реального времени соединяет оба изображения в одно, подобно тому, как работают стереоскопические очки. За происходящим внутри будет вестись удаленное наблюдение с помощью аудио- и видеозаписывающих устройств, инфракрасных камер, датчиков электромагнитного излучения и датчиков движения. Испытуемый будет проинструктирован удерживать SCP-178 возле видеокамер и сообщать обо всем, что он видит на мониторе. Видеокамеры будут вести запись. В зависимости от исхода эксперимента исследовательский персонал сделает запрос на просмотр видеозаписи. Результаты. Субъект D87-3250. Мужчина 32 года, без замеченных психических отклонений. Помещен в тестовую комнату. Он проинструктирован поднять SCP-178 и поднести к двум камерам. Субъект подчиняется и держит SCP-178 примерно в 20 сантиметрах от двух камер. Субъект проинструктирован смотреть на монитор и описывать увиденное. Субъект подчиняется и издает звуки, как при сильной боли, бросая SCP-178 и пятясь к стене камеры. Исследовательский персонал запрашивает сообщить об источнике этого. Субъект заявляет. Они, ругательство удалено, следят за мной. Субъект проинструктирован поднести SCP-178 к двум камерам. Субъект не подчиняется. Исследовательский персонал угрожает устранением в случае неподчинения. Субъект подчиняется и подносит SCP-178 к двум камерам. Субъект проинструктирован попробовать начать общение с сущностями. Субъект говорит «Привет». В сторону противоположного монитора, предположительно в сторону сущностей. После 0,5 секунды на торсе лице правой руке субъекта возникают рваные раны. Эксперимент завершен и SCP-178 извлечен. Аутопсия израсходованного субъекта показала наличие рваных ран 27 сантиметров в длину и 8 сантиметров в ширину максимум. Анализ записанного материала указал на три отдельные сущности разного размера, следившие за субъектом. Когда субъект пытался общаться с ними, двое отрастили по три острых когтя и сделали выпад в сторону субъекта. Примечание. Они выглядят более отвратительно, чем мы представляли. Нам нужно проанализировать запись и рассчитать скорость сущностей, прежде чем проводить дальнейшие эксперименты. Примечание.